Всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как легко и быстро в домашних условиях сделать вкусную и полезную домашнюю ряженку. Для этого нам понадобится топленое молоко. Оно у нас томилось в печке 2 часа, стало вот таким красивым. И нам нужно дождаться, чтобы оно остыло приблизительно до 40 градусов. Дальше нам понадобится емкость, в которой мы будем делать нашу ряженку. И закваска. В качестве закваски можно брать молочные продукты, такие как сметана или ряженка магазинные, либо домашнего производства. Я буду брать на такую баночку, она у меня приблизительно 300 грамм. Буду брать 2 или 3, может быть, посмотрим, столовые ложки ряженки. Я делала в прошлый раз, мне очень понравилось, у меня осталось немножко, я буду использовать ее в этот раз. Ждем, пока наше молочко остынет. Молоко у нас остыло приблизительно градусов до 40. Если у вас нет градусника, вы можете просто потрогать пальчиком. Если пальчик терпит, значит уже молоко остыло. Теперь наше вот это молоко мы добавили еще, я забыла сказать, пенку, которая была сверху на топленом молоке. Мы ее тоже в эту баночку добавили. Теперь мы добавляем нашу ряженку в качестве закваски. Вот она у меня такая, такой консистенции. Я говорила, что я буду добавлять приблизительно 2 ложки столовые. Вот мы добавили и перемешиваем. Тщательно перемешиваем и оставляем. После того, как мы тщательно перемешали нашу закваску с топленым молоком, мы закрываем крышкой. Кто-то не закрывает, я закрываю вот такой завинчивающейся крышечкой. И буду теперь вот эту баночку укутывать во что-нибудь теплое. Я буду укутывать в плед, закутаю полностью и оставлю ее на 8-12 часов. Обычно я делаю с вечера, оставляю на всю ночь. Прошло у нас приблизительно 9 часов. Я распечатала, открыла нашу баночку, вытащила ее из пледа и смотрим, что у нас получилось в итоге. Вот такая у нас консистенция получилась. Вы видите, что это уже не молоко, это настоящая домашняя ряженка. Вот эти вот вкрапления, которые попадаются, это кусочки пенки, которая была сверху в топленом молоке. Я уже перемешала ее, поэтому вот эти вкрапления попадаются. По вкусу чем-то напоминает домашнюю сметану, но намного вкуснее. Естественно, отличается от магазина ряженки и по вкусу, и вообще по консистенции. Кто не любит вот эти вот пенки в топленом молоке, которые сверху бывают, может их в ряженку не добавлять, но мне кажется, что с ними очень вкусно. Намного вкуснее получается ряженка сама. И она гуще становится, может пенки как-то там делают, играют свою роль, не знаю. Вот, в итоге, вот вы видите, такой продукт вкусный, замечательный у нас получился. Делайте, пробуйте, ничего в этом сложного нет. На этом всем пока!